Дорогие друзья, это Дмитрий Гассин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино, говорит и показывает вопадом. Сегодня речь пойдет о повести Елены Габовой «Отпусти меня». Что это такое? Это книга для подростков, то есть она в принципе 12+. Но на самом деле ее можно читать и раньше. В ней не содержится ничего эдакого, что нельзя дать почитать ребенку. Здесь дело только в том, что те отношения, то психологическое состояние, которое испытывает подросток, оно, скажем так, будет неинтересно младшим школьникам. А в остальном это тот самый мир, очень недружелюбный к нам, который мы видим, допустим, в классике у Селлинджера. «Над пропастью воржи», я надеюсь, читали все и понимают, что вот эта вещь, это не переделка и адаптация, скажем так, про наше время покороче, попроще и для девочек. А наоборот, совершенно отдельное произведение, предназначенное показать другую немножко сторону. Ведь что мы видим у Селлинджера? Мы видим не просто рассказ о себе, о своем состоянии, о своей жизни подростка. Такой рассказ колкий, яршистый, неприятный. Рассказ полный внутреннего колоссального протеста против невероятного количества лжи, окружающего человека. И вот именно подросток воспринимает все это как личный вызов, воспринимает все это как ситуацию, которую можно изменить. Мы привыкли, взрослые уже привыкли к этой воде и плавают в ней совершенно спокойно. А подросток, ему кажется, что все это можно изменить и нужно изменить, он возмущается, он протестует. И протест вырывается, вливается в самые разные формы. Вот у Габовой речь идет о типичных подростковых проблемах. Там девочка, которая учится средне, в отношениях с родителями, говоря казенным языком, не все гладко. Хотя, с другой стороны, и ее мама, и ее отчим Рома, это вполне себе понятные, очень реалистично описанные, да, среднестатистические стандартные родители. Ну, нету диплома доктора психологии у каждого второго родителя, об этом надо помнить. Поэтому, когда мама кричит, значит, на Лесю, на главную героиню, это одно, а когда она называет ее тварью, это другое. Почему? Потому что та повела себя так, как подросток себя ведет очень редко, но доставляя этим родителям максимум неприятных эмоций. Здесь Леси, рассказывая свою историю, рассказывая о себе, она ничуть не преувеличивает. Мы действительно, как дословно цитирую книгу, сначала устраиваем скандалы дома при детях, или выражаемся в соответствующих терминах, да, соответствующей лексикой о каких-то людях и событиях. А потом требуем, чтобы дети никогда не произносили этих слов, где ты этого понабралась. Значит, это выглядит просто как клоунство, да, как издевательство над ребенком. Вот что и фиксирует главная героиня. Там действительно самые простые обычные обстоятельства. Все то, что связано со всевозможными, даже не комплексами, да, а просто неприятными, стыдными впечатлениями. Это то, что происходит с подростком, первые месячные, да, взаимоотношения в классе, когда дети, они, никто никого не травит особенно, не издевается, да. Но вот эта атмосфера постоянного подначивания, атмосфера постоянной готовности высмеять любой промах другого, она чувствуется, она здесь фоном проходит таким. Хотя класс спокойный, ничего такого не происходит, и все это телетелетесто, которому посвящена, значит, центральная часть книги, это совершенно внутреннее психологическое состояние героини. Именно поэтому я провел параллель с Элинджером, потому что здесь самое главное то, что происходит в голове у ребенка, и это очень здорово читать. Когда ты понимаешь, что вот именно так примерно происходили у тебя и у твоих сверстников вот все эти психологические изменения, чувствуешь огромную силу Габовой, как писателя. Она сумела это ухватить и передать максимально доступно, так, чтобы это подростки прочитали, как свой собственный рассказ, как рассказ от человека, который может говорить от их имени, да. И при этом поняли все те важные моменты, да, которые, конечно, поверх рассказчицы, поверх героев автор диктует читателю. А что он диктует? В чем нотация книги, да, вот такой педагогический эффект? Да все очень просто. Вот здесь основная нотация, это то, что не так важно привязываться к каким-то твоим внутренним психологическим переживаниям. Все пройдет и это пройдет, да. А самое главное прислушиваться к доминанте, к главному зову сердца, что называется. Вот это человек мучительно учится слышать через всю свою жизнь. И если в отношении любви чаще всего к счастью это происходит именно в юности, именно когда еще даже юность не настала, вот в подростковый период такой вот эта ломка происходит, да. И когда ты шарахаешься от молодого человека, которого любишь, да. И когда ты не можешь подойти к девушке, с которой хочешь познакомиться. А девушка это фактически еще девочка, еще твоя одноклассница, еще все это полудетское, все это обличено формой унизительного совершенно снисхождения со стороны взрослого. Да какие там у них могут быть проблемы? Вот у меня проблемы, а у них, значит, и вот этот вот хор страшный, идущий из прошлого. А он реально страшный, мы просто недооцениваем это. Мы вот когда говорим о том, что у подростков какие-то трудности, да, и в повести Габбова вот она там почти сбегает из дома, потом, значит, чуть не ввязывается в какое-то приключение, да. Это на самом деле фон. Главное, еще раз повторюсь, происходит в сознании у главной героини. И вот эти вот приключения, на них как раз внимание не акцентируется, акцентируется внимание на том, что происходит с ней, ее глазами собственными. И когда она об этом рассказывает, это наиболее интересно. И самое главное, это вот почти физически ощутимо достоверно, как будто это происходит, как будто ты вернулся в девятый класс. Вот так вот, да. Как будто это твоя одноклассница, только ты смог заглянуть в ее мысль, в ее голову. Ну, это, конечно, очень здорово написано. Но, повторюсь, вот педагогический посыл книги, он немножко другой. Он заставляет не пренебречь вот этими всеми переживаниями и впечатлениями, потому что ведь это же, это нам только сейчас кажется смешно, что вот на последних страницах героиня открывает. Я же поняла, что со мной происходит, это же душевные муки, душевные муки. Вот это вот все, это мука. И это действительно душевная мука, через которую проходит каждый человек. И мы учимся понимать смысл этой муки, ее значение и переживать ее с пользой, с пониманием, вот, чтобы учиться слышать свой внутренний голос. И тогда уже сможет прийти настоящая любовь, смогут прийти настоящие поступки, да. И отношения выравниваются, как по мгновению волшебной палочки. И как это происходит, да, был милый ребенок, такое прелестное дитя, да, и вот он уже кошмарное чудовище, которое кошмарит своих родителей, педагогов там всех, да, не слушается, перечит всем, что такое. Что произошло? И потом точно так же отношения выравниваются. Да просто человек научился следовать вот этой вот главной линии, вот этой доминанте. Среди бури раздирающих чувств, эмоций, впечатлений, среди ужасно стыдных ощущений, которые всех нас, ощущения собственного бессилия, да, ощущения впервые того, что люди все разные, да, никто не одинаков, у нас у всех не будет счастливая судьба в плане нашего тела и в плане нашего окружения, да. Ощущения того, что вот все эти глупости, да, которыми переполнен наш быт и наше сознание, да, все начинает физиология, я уже упоминал, да, то есть это вот у девочек именно переходный период, масса же отрицательных эмоций с этим совсем связана, да, и кончая тем, что впервые приходит соперничество, настоящее соперничество, грубое, жестокое, да, как в стае, в школу приходит, да, в любой коллектив подростковый. И, конечно, если дети жестоки детской бездумной жестокостью, то вот подросткам мир жесток по-настоящему, уже всерьез. И может сломать, и может убить, может покалечить, да. Как все это отражается на истории героини. Она все это видит, она все это понимает, но она находит в себе силы рассказать эту историю. И, собственно говоря, я уверен, что она будет счастлива в любви, и я уверен, что те, кто прочитают книгу Габовой «Отпусти меня», они как раз не будут, вот уже прочитав, уже пережив этот возраст, они не будут кричать «Отпусти меня». Они смогут принять все, что нужно принять, и смогут найти свой путь. Вот как-то так, как-то так можно сформулировать основную мысль книги. Ведь все-таки все, что с нами происходит в детстве, в юности, в подростковом возрасте, это одно из самых важных вообще, одни из самых важных вещей, которые случаются в нашей жизни. И важно вовремя об этом прочесть. Честно, без прикрас, без сюсюканьи, без морализаторства. Так, как это написано у Габовой. Вот такая повесть. И я хочу сказать, конечно, что такой литературы у нас немного. Такого качества и такой прямоты. Потому что все время мы прячемся за интересным сюжетом, за увлекательными какими-то моментами, за подробностями современной жизни, которые там тщательно смакуются, вот чтобы все это было похоже, на реальное общение детей в сети, на реальных. А на самом деле самое важное – это вот это. Это то, как героиня рассказывает свою историю. И она ее рассказывает благодаря Габовой так, что ей веришь. Веришь ее чувствам, веришь ее переживаниям, сочувствуешь ей. И очень хочешь, чтобы она нашла свой выход. Чтобы ее отпустила вот та душевная мука, которая преследует практически любого подростка. Читайте, наслаждайтесь. Действительно интересное чтение для взрослого читателя. Вспомните свою собственную юность. Елена Габова, «Отпусти меня», издательство «Время». Спасибо. 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 Спасибо.